ну я как что вонять не буду вообще должно было быть мой стадион на котором ничего нет но окей как бы пусть бы пусть будет опушка чем могу сказать пусть будет опушка отнесемся к этому с с пониманием ну вот так все-таки турнир фановый поэтому как бы дергаться не буду плевать потом если что патролю простые все так надо чатик поправить привет флангер как мне группа вот такая придется постараться чтобы выйти что могу сказать сложноватая для выхода непростая а тебе как группы меня немножко смутило количество зрителей в моей группе ну вот ну потому что норман наверное намного дешевле меня поэтому и накупил или или к чему вопрос но такие крысы вышку вышли колян на самом деле у них мбк лпо пропускает игру и еще кто-то пропускает вы короче все топовые игроки пропускают этот матч спайка а еще они выбрали свой стадион хотя должен был быть мой стадион но но да ладно отнесусь к этому с пониманием а тут нет правил на в спайке нет правил на индусы в спайке всем пофиг ну смысле он прислал приглашение быстрее меня колян я принял при том что я вроде смотрел и мне казалось что у него стадион не построен я я за несколько минут до игры точно видел что стадион не построен я проверял а потом мы заходим и почему-то стадион построен я немножко удивился но как бы ну окей странно короче не знаю спайк фановая штука можно не париться типа того я просто удивился потому что мне казалось что как бы дырым порым привет крейк грязный град где крыс до ну и да ладно колян слушай ну что я глющу может стадион не мой подожди еще проверю сейчас сейчас я проверю чтобы не соврать ну да я думаю ну колян наиболее справедливо конечно предлагает ладно 客 наиболее следует ну вот ну вот ну вот 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 тут Ну, мог бы и свой выбрать, ну ладно. Приточки. Смешно. Один только вопрос есть, легкий вообще, легчайший. А где пробой, ёп твою мать? Где, ёп твою мать, пробой? Пробой, ёп твою мать. Где? Чё, чё происходит? Где мои пробои? Привет, Рейвен. Ну, один пробой дали, вшивый, конечно, ну типа, это ещё нормально. Ну, Колян, ты же знаешь мои дайсы, так не работают. Почему всё-таки решил записаться? Ну, с Диамедом пообсуждал. Я пообсуждал это с Диамедом и с Ситаром. У нас получились разные, говорит, идеи. Пришли по итогу к вот такому. Ситар там вообще такой, говорит. Там, может, пойдёшь на хуманах запишешься. Ну, я такой, ага, ща, окей. О, блять, Ситар. Хочу, короче, вернуть Дидов и... Немножко как бы покуролесить. Закрыть гештальт выигрыша Дидами. Господи, когда я не взял чемпионса Дидами, там в ПО были и Ситар, Пупок и Дио. И Ситар, Пупок и Рутури на шестиагильных мразях. Сейчас, конечно, взять, по-моему, попроще будет. Ну, есть такое мнение. Есть лёгкое, ненавязчивое ощущение, что сейчас взять чемпионса на этой команде будет попроще. Я, конечно, не уверен наверняка. Пробуй. Чё, Гаттера продаст ради фала? Да. Подаёт гуттера ради фала. Я плачу, она в техно, а ты со мной. Вот зря он заменку не купил. Не знаю, я чё-то к Спайку тоже отношусь немножко наплевательски. Я записался на Спайк, чтобы приобрести опыт играния против команд из вышки. Понимаете? А я чё-то смотрю, и эта команда какая-то немножко не из вышки, и как бы начинаю понимать, что опыт играния может быть немножко не тот. Ну, чтобы взять чемпионство дедами, если коротко. Да. Мысля именно такая. Да. Да. Было очень Lahhostная т zmian. Было очень т pleas Angeles. Выстанчивается на парчат energ, человек и бог Вильям. И мысли, иди, 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 иди. Ну, улезай. Транж Rohriters. И животноводство. Найс. Ну просто играли топовые тренеры и тащили. Все просто. Прид морду. Прид морду. Так у него нету тоже части состава. Так что и для него это хороший способ посмотреть, какая ждет его первая игра в вышке. Для меня, конечно, меньше. Потому что у меня в дивизионе там одни твари под 2К, с которыми вообще не ясно, что делать. Там смотришь и просто охреневаешь. Ну тут тоже каток бы отъехал, кстати. Уточним. Без МБ, без сего тут бы каток тоже отъехал. Не, ну ладно. Нормально. Хороший матч. Хорошо, что нас не уронили. Ну что-то фол мне не особо нравится в этой ситуации. Вот это обидно. Вот это обидно. Просто шару нашел в Адинбе. И опять пробой. Что-то я прям смотрю на свои кубики последние, блядь, 3 сезона. И играть прям вообще не хочется. 3 сезона одно и то же. 9 армор вообще что-то перестал держать на любой команде. Ну сейчас уже 4 сезон, а, до какого-то. Уточним. Ну пипец, кешь, пробой. Найс. Ну как бы крысы уже дали минус 2, как бы. Нормас. Я, конечно, тоже дал минус 2, но немножко другое. Не такое приятное. Прикольно, интересно, да. Прям, прям ловлю кайф. Кайф. Спасибо. Команда работает. Может быть не так, как я на это рассчитывал, но, видимо, работает. Окей. Тут resurrection mode, да, но это же spike. Это же товарняк. Просто восторгаюсь тем, как и хд не очень. Я иногда забываю об этом, но вот мне напоминает, что в моих руках хд не играют. Когда у тебя баланс травм минусовой на хд, а винрейт на хд под 80%, вопрос явно не в том, что я делаю что-то не так. Да, эти крысы хеслеры, что, блядь. Даже удивительно, что не нашел. Да, да, ходи. И 1400 хд, блядь, такая самовозка, колян. Ебать просто. Попробуй поиграть. Сразу почувствуешь просто, какая самовозка. Успевай только самовозность съебало вытирать и сразу так, ого. Мне прям очень нравится. Рекомендую. Все самовозка прям в этом мире. Ну, а я тебе что, врать собрался здесь? Ну, лол. Ну, мне, мне как-то резонно врать-то особо нет. Ну, двойка выбирать опасно. Про Наташ-то? Да, про Наташ слышал. Ну, идиоты работают, что поделать-то. Просто если у тебя 9-арморная команда терпит каждый сезон, ну, как бы, задаешься вопросом, типа, что происходит. Я не знаю, может, у меня проблема в том, что, как бы... Не знаю, спиртолог. Мне кажется, что как-то вот... Не все стереотипы работают. Я не думаю, что стоит стереотипическое мышление распространять на широкий пласт людей. Ну, вот. С другой стороны, вы слышали про суперсмешной тиктоковский тренд. А я вам сейчас расскажу, вы прям взорветесь, я уверен. Привет, Крис. Полное говно. Короче. Сейчас в Румынии цыгане в тиктоке форсят то, что они воруют в магазине и говорят «Румын ворует, а цыган забирает свое». И они реально снимают, типа, трендовые видосы на тему воровства в магазинах, показывают, как они воруют. Как тут не вспомнить классическое про цыган? Ну, вот. Ну, а тут, конечно, к сожалению, ничего особо про стереотипическое мышление не скажешь. А их за это сажают пока нет. А жаль. Ну, то есть, некоторые просто разыгрывают сценку, как будто, блядь, пиздец, пробой. Без МБ, ребята, без МБ. Без МБ уже, как бы... Не, нормально, нормально, хорошо идем. Просто супер. Я, блядь, вообще восхищаюсь хдшками. Лучшая команда в мире. Просто лучшая. Не перестаю восхищать. Ребята, хд просто, блядь, самовозка. Особенно, когда тебя пробивает все, что угодно. Вот тебя все, что угодно пробивает, и ты такой... Да, хд это самовозка. Рекомендую прямо. Рекомендую, ребята. Мощь хдшной самовозки вообще просто выше всяких похвал. Ничего лучше хдшной самовозки еще не придумали. Я вам гарантирую. Чувствуете, как самовозится просто? В какой номинации спайка выиграл? Ну, лучший хд. Ну, еще там лучший деф. Еще первый среди множества. И... Что-то еще... А, и лучшая защита. А как же Лила, ну, как бы... А что Лила? Когда начнут выдавать медали за пол, Лила получит, конечно. Пока медали за пол не выдают, ну, как бы, извините. Держу в курсе. Феминистский не намошнили. Ну, типа того. А. Ну, типа того. Да. Смотри. Ну, типа того. Ну, типа того. Как же. Ну, типа того. Феминистский не намошнили. Ну, типа того. Да. Да. Ну, типа того. Точно. кубики кайф у меня примерно скорее немножко иначе у меня как бы мне за лупу и мне за лупу и мне за лупу оппоненту не всегда дают конечно хорошие кубы но мне дают стабильно за лупу что у нас как ну успели за три хода получить три травмы кихот нормально из них две без мб одну с пятки вообще хорошо мы дали целую одну травму и вообще кайф прям чувствую баланс я даю одну траву получаю 3 и ты такой здорово отлично поиграли да я даже не удивлен удивлен только тем что пробоя нет вот то что нет пробоя это конечно как бы удивляет пробойщик здесь должен был быть по моему но ребят это же я у меня по-другому не бывает сейчас будет третья травма от этого челебоса подряд давай он дал уже две травы без мб а только пробой баганула наверно ну подбирай чё ну очень интересно очень интересно мне мне пока прям нравится прям рекомендую удовольствие просто как бы полный рот успевай только с этого рта вытирать я бы даже добавил бы еще дополнительно кубы классно выбор выбор разнообразный вот можно кинуть 1 иногда можно кинуть 2 ну так ради разнообразно в принципе как-то даже добавить нечего просто ну норм а еще единички прикольно как можно не любить бб ребята даже не представляю по-моему это луч лучшая игра в мире лучшая игра в мире найдет есть шутки про лучшую работу в мире это лучшая игра в мире разнообразно разнообразно конечно хд наверное единственная команда которая прям заставляет меня настолько много думать потому что кубы какая-то космологическая параша хд в этом плане прям реально как бы вот вытаскивают из меня все потому что нормальных дейсов нет ну когда нибудь не чел я ж кубики ищу я я клетки считаю эти не вышка рубла не плей-офф не финал рубла шутки за 300 от саши ну вот колян по мне пробой нормас или немножко высоковат как тебе кажется нормально ли например что в сквигах у меня было блин у меня по сквигам вообще какая-то стата просто дикие дико смешная сейчас я поищу кенты страшные кенты без без табуреток мало стоит не ну просто чтобы вы понимали у меня в сквигах было 16 на 22 по травмам это типа пиздец если что 16 на 22 по травмам это как бы не просто плохо это как бы это очень странно в первую очередь по-моему на этом аккаунте не играл за крыс я не уверен но по-моему на этом аккаунте за крыс не играл не могу сказать наверняка не помню крысюк боится два плюсов ребята ну вот у нау нормально нормальные травмы а у меня 16 на 22 ну просто к вопросу очевидно не верит это нормально три пробоя уже дал понимаете три пробоя хули нет а и 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 А там, кроме 1-2, что-то еще есть-то, нет? Ну, просто ради разнообразия интересуюсь. Кроме 1-2, что-то еще как-то бывает? Очень наивно, конечно, спрашиваю. Ну, кажется, что отсюда меня будет тяжелее выбить, но надо сначала, видимо, бить в 1-д. Крысы мне почему-то никто не заказывал. Там надо помнить, что маг еще просто есть. То есть вот здесь как-то он бьет в 1-д, доджет бьет. Да, мы играем в минус 4 против крыс без МБ. Да. Ну, коротко, если да, так и есть. Почему? Я не знаю. Ну, вот такие у меня ХД. Как бы, как бы, вот такие у меня ХД. Такие у меня ХД, что меня избивают крысюки. Ну, вот так вот, ребят. Да, что добавить-то? Просто каждый удар крысюков это минус. Виноват ли я в этом? Ну, не особо, если честно. Просто, блядь, вот такая команда ХД. Которую пробивает все, что угодно. Ну, вот так вот, да. Единственное, что в этой команде может работать, это мой интеллект. Собственно, на этом плюсы команды заканчиваются. Вся, 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 вся суть этой команды, это борьба интеллекта против дайсов. Ну, получается, конечно, как бы, не особо хорошо. К сожалению, у моего скилла как-то, ну, не всегда хватает, чтобы бороться против вот такого. Если у меня будут такие кубы в среднем, ну, я, конечно, никуда не выйду и даже не накачаюсь. Тяжело качаться, когда тебя дайсят, как бы, ну, кто угодно без инструментов. Понимаете? Чтобы понять эту команду, меня софт консиднули, нургли. В сквигах. Понимаете? Получить софт консид в сквигах, это, типа... Это, как бы... Ну, чертовски маловероятная вещь, когда ты играешь на девятиарморной команде. То есть, если ты играешь на халфах, габлея, прошках или, там, норсах, теоретически это может произойти. Нет, это не цвета Ювентус, это как-то судья-скелет, или как он там называется. Ну, если, блядь, оппонент... Чекайте, оппонент играет без реролов, ребята. Без реролов. И опять пробой по девятому армору с нихуя. Вот просто объясните мне, как я должен играть на этом. Потому что я не выкупаю нах. Я вот честно не понимаю, как играть, когда каждый удар это пробой. Если хоть одна скотина в чате мне объяснит, я с удовольствием послушаю. Потому что я вот нихуя не понимаю. Очень хочу узнать. Я не понимаю, почему меня, блядь, на этой команде пробивают все в одну калитку. Буквально каждый человек. Любой человек, который только запустил ББ, меня пробивает. Вопрос. Какого, блядского хуя это происходит? Потому что я, блядь, не понимаю. И никто мне, блядь, почему-то это не объясняет. Это крысы из вышки. Блядь, я играю лучше почти любого игрока из вышки. Я в этом практически не сомневаюсь, если честно. Даже лучше Виталикта, но учитывая нашу серию игр, да. Лучший Виталикта. Пиздец какой, блядь. Надо же было получить худший скаттер. Ладно, стоим. Нет смысла вставать под выталкивание. Просто, блядь, ну просто интересно, как играть в это, когда у тебя, блядь, каждый сезон одно и то же. Понимаете, я, блядь, по халфам дал ноль травм. Ноль травм по халфам. Сука. Это, блядь, вообще вещь, которая, по-моему, нахуй невероятна. Типа дать ноль травм по халфам, это, блядь, ну как единорога нахуй встретить на улице. При том, что я и с тремя кубами бил с МБ, и чё только не делал. Блядь, уже просто надо было гномов брать. Я уже просто чувствовал, что надо было брать гномов. Просто практически в этом уже не сомневаюсь. Ничего не понимаю. Но с кига в зеркале Виталик тебя обыграл? Да, 2-0, когда он меня задайсил в одну калитку в пробое. Угу, я помню. Это было всего-то год назад. Угу. Даже больше года назад. Спасибо, Китон. Спасибо. Ну, я смотрю, блядь, дохуя фейлит Крысюк. Ну, охуенно много пофейлил Крысюк, вам не кажется? Примерно ни-ху-я. Ну, я так смутно догадываюсь. По-моему, это лучший вариант под гол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Получил, блядь, три. И все колокола встали. Сука, твою мать, как же интересно, блядь, проигрывать игры. Просто слов нет. Одно сплошное, блядь, удовольствие. Сука, блядь, зря я записался в рубл. Уже просто жалею. Уже чувствую, что, блядь, записаться на рубл было тупейшей идеей. Просто прям всеми фибрами души понимаю. Запись на рубл максимально тупорылая хрень. Максимально. Ничего тупее записи на рубл быть не могло. Ох, найс, найс. Продолжение следует... Единственное, что я могу сказать, что Крисюку пропустить гол было, ну, просто практически невозможно. Вот пропустить Крисюку гол с этими кубами и с тем, сколько он мне въебал в лицо, было практически невозможно. Ну, а как известно, люди, которые выходят в вышку, обладают настолько нетипичным уровнем скилла, что даже в такой ситуации они исправляются и пропускают гол, который невозможно было пропустить. Так что заранее чувствую... Ждите Нордмана в финале рубла, ребята. Уже чувствуется, что Нордман будет в финале рубла. Кому он в группу попал? Сейчас посмотрю. Калину и к Дио. Ну, все понятно, короче. Калян, тебе придется бороться за оставшийся слот с Непрухой и Дио. Этот слот забирает Нордман. Сорян. Без шансов. Этот слот за Нордманом. Ну, шикарный ивент. Никто не сомневался. Не, прикольно, когда Крысу с нихуя, с нихуя в одну калитку избивают, конечно, блядь, ХД. Логично, что пиздец, я считаю. По-моему, по-моему, просто логичнее ничего не придумать. Так-то вероятность этого события обычно 0,5, но не сегодня. Не, Саша играет. Когда играет Саша, тут, блядь, только держись. Только лови пробои ебалом. А че ты наискосок-то не толкнул-то, еба-боба. Понятно. Качать гения. Да похуй, и че, есть эрреры, нет эреров, блядь, когда это мешало, ребят. Ну, серьезно. Вы какую-то сушь несете. Вы его кубы в этом матче видите, ему вообще делать ничего не надо. Катайся просто лицом по клаве, и все. Удивительно. На последнем ГФИ. Что на последнем ГФИ, чел? У тебя такие дайсы в этом матче, что на последнем ГФИ? На последнем ГФИ струя недостаточно обоссала мое лицо? Ну да, действительно. На последнем ГФИ струя матчи остановилась. Ну, бывает такое. Извини, пожалуйста. Кто бы мог подумать, что струя матчи может иногда останавливаться. Фантастика какая-то. Бедный оппонент, конечно, как бы. Изнасилование кончилось, и он такой. Ну как же так? Ну как же так? Я впервые за мать что-то не кинул. А что, так можно было? Я на вышке шел, блядь, все кидаю. Китон, я буду уже только рад, если он пройдет дальше. Я надеюсь, что он сейчас меня додайсит и пройдет дальше, потому что еще пару таких игр в спайке я не выдержу. А учитывая состав спайка в этом сезоне, как бы, сейчас скажу, кто у меня там дальше по сетке. Потом у меня, блядь, адант? Охуенно, конечно. Вот, вот уж три минуты в товарнике, блядь, ждать аданта. Каждый ход это заебок, блядь. А потом у меня, если я вдруг пройду, ну, видимо, или какой-нибудь диамет или египтянин. Ну, просто за... Блядь, чел, пожалуйста, обыграй меня. Чел, я тебя прошу, если ты вдруг потом посмотришь, почувствуй мою энергию. Спаси меня от аданта, пожалуйста. Спаси меня от аданта. Я, кстати, без шуток говорю. Я хочу, чтобы меня спасли от аданта, ребят. Я бы что-то... Не, ну, там есть, конечно, шанс, что аданта проиграет дарки да фокс кэту, но я чё-то не верю в это. Я просто сомневаюсь. Ну, просто... Ну, вы же знаете, как играть с адантом по О, ребят. Но тут, как бы, вопросов нет. Как бы, игры с адантом это всегда игры определенного настроя. Не быстрого, скажем так. Я к аданту морально не готов. Знаете, кажется, не хочу лезть на эту страсть. В принципе, я не знаю ни одного человека, который хотел бы играть в фановые турниры с адантом. Потому что, понимаете, у аданта, по-моему, три выигранных кубка спайк. Это значит, что он, как бы, три раза душил людей по три минуты. Понимаете? Это уже звучит, ну, как бы, мрачно. Мне просто жалко тех людей, которые, как бы, пали жертвой его желания победить в турнире, который, вроде как, позиционируется, как фановый. Ребята, давайте хорошо посидим и поиграем турнирчик типа фанового формата. И адант такой обмазывает лицо тактической краской, надевает повязку на волосы, заряжает дробовик трехминутный, готовит вот эти все штуки и такой, только смерч. Смешно и грустно. В общем, поэтому, да, как-то адант в этом плане немножко это немножко страшно. Ну, я видел, как адант против трех игроков сидел и буквально две с половиной минуты думал над позицией, когда у него был фулл состав. Вот многие там шутят про Далибора, что Далибор может растянуть игру на столько-то ходов, но я-то понимаю, что Далибор щенок, ребята. Далибор просто щенок. На фоне нашего аданта Далибор как бы даже не рядом. Далибор ребенок. А адант он уже такой, конечно, пораженный. А данта в этом плане, конечно, якодзуна. Я как-то Коба не удивлен, если честно. я не осуждаю стиль от данта, но типа единственное, ему подходят игры с коротким таймингом, таймером, типа этого. Блядь, как же называется игра? Сейчас я скажу. Хардстоун, Баттлграундс. Вот ХС Баттлграундс просто не дает ему шанса как бы на вот это вот все. На его типичную душню. Блядь, я вообще не удивлен. Не, ну да, мимо такла решил побежать, как бы два плюс кинуть. Ну, тупой Саш, конечно. Я, понимаешь, подумал, а вдруг он, блядь, без такла? Нет, ну да, 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 конечно. Конечно, конечно. Я не спорю. Аккуратно сыграл, как бы, охуенно. Бля, обожаю эту игру, просто серьезно, ребят. Это фантастика какая-то. просто сидишь и наслаждаешься тем, насколько фантастично ты, блядь, играешь. Если, если Нордман не выиграет эту игру, я так сильно удивлюсь. Я, я просто, я уже, честно говоря, не понимаю, как эту игру можно не выиграть с тем, какие дайсы мне сыпят. Просто чистое наслаждение, чистое наслаждение. Ну, странно, что травмы не было на Дадже, это правда. Да, турнир, это турнир фановый, поэтому травмы не сохраняются. Ну, что, я в сезончике тоже навалю. Да, удар без блока до гола, действительно. До вкладки 2-2 же никогда не кидали, как бы, ну, ну, нет, вообще никогда. Ну, как можно кинуть 2-2, как бы, о чем бы, ну, нет. Да, он не будет сталить, он будет играть на победу, Ситар, ну, с такими, с такими дайсами стыдно не поиграть на победу. Тут человек усыпят туда-сюда. Я, честно говоря, не знаю, что должно случиться, чтобы он, как бы, не выиграл. Тут дайсы-то полные помои, ну, у меня имеется в виду. Типа, меня крысы избили, лол. Ну, как бы, тут, что еще добавить? Катя, Катя, даже крысу уже избивают, но я не очень понимаю, как тут играть. Да, господи, ребята, он играет в большинстве против ХД. Какой смысл ему сталить с магом? Он играет в большинстве против ХД с магом. Вы идти профлите, что ли? Ты, ты избил ХД и у тебя маг. Ну, блядь, тут собака выиграет. Ну, серьезно. Ногогрыза поставь, ногогрыз выиграет. Тут, как бы, даже вопроса, по-моему, нет. Ну, то есть, может, есть, конечно, какая-то теоретическая возможность не выиграть, но я ее не вижу просто. Ну, да, да, ПБМ, ПБМ, действительно. Научились у Ситара, я смотрю, все. Водит Ситар плохую моду. Имеет это. Ну, ничего, ничего, ничего. Нормально. Не, ну, серьезно, ребят, ну, типа, с такими дайсами не выиграть будет стыдно. Ну, я имею в виду Крисюку. Я вам серьезно говорю, ну, типа, это матч, который, ну, не выиграть очень тяжело. Слишком хорошо сдает. Крисюку дают космическую сдачу. Я бы с такой сдачей ХД бы уничтожил, даже не задумываясь. Ну, когда крысы не получают травм и делают тебе, типа, пачку травм, ну, как бы, ну, тут очень тяжело что-то еще придумать. Это как бы слишком чудовищно неравный матчап. Уточним. Господи Иисусе, это что? У нас три минуса, но аптека один вытащила Ситар. Если можно так выразиться, аптека один вытащила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ситар. 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Никогда не люблю разговорчивых оппонентов Раз Два Три Ну как бы Тяжело играть с такими кубами Понимаю Понимаю Очень трудно Прям Прям Действительно Как бы сидишь и такой Типа Как же играть Пойду еще в чате что-нибудь Пиздану А то челу скучно Ну че Может 2-2 Наконец Может он хотя бы один блок в этой игре Пофейлит Ну ради разнообразия Вдруг и так Вдруг он блоки может фейлить Ну я просто допускаю Как бы Ну ничего Я говорю честно Уже не хочу играть с Адантом Пусть он играет с Адантом Все что я могу сказать Как бы Пусть Пусть ему дается Пусть Пусть он выходит на Аданта И получает свою дозу Адантового удовольствия Я только за Неправильно встал На он типа Сразу подбор хочет Вместо Блица в мяч Ну ладно Я уж честно говоря Сезон не начался Я уже не хочу играть на ХД Даже как бы не шучу Я уже наигрался на ХД Кажется на пару сезонов Вперед Лучше бы гномов взял Ей богу Гномы хотя бы не так Гномы хотя бы терпят лучше Что самое странное Ну единичку на ГФИ Потому что он неправильно сыграл Ну да ребят Да 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 Единичка на ГФИ Потому что неправильно сыграл Напомню Это выглядит именно так Это единичка на ГФИ Потому что он неправильно сыграл Если кто не заметил Прикольно Прикольно Странно что он не умер Это вот единственное что удивляет Ну ладно Допустим Допустим Он решил то Адам то задоджить Ну мудрый выбор наверное В принципе не пооспорить Выбор мудрый Я бы тоже не хотел бы с Адам там играть Честно говоря Я не знаю ни одного человека Который хотел бы играть с Адам там В любом турнире Он конечно Он конечно сильный игрок И именно с точки зрения Получения удовольствия от игры С сильным игроком Адам прикольный Жаль только что Все это абсолютно Нивелируется Его стилем игры Кажется В Адамке все хорошо Кроме стиля игры Ребят Честно говоря Не знаю никого У кого Ну вот Спиритолог знаю Диамета не любит В последнее время Из-за стиля игры Дио Ну у Дио обычно Все таки как бы Когда Когда Дайси Дио делает это быстро Ты как бы это Ты потом хочешь еще Повалить Бычка Второго Чтобы открыть кубики В мяч Или как Мы всех бычков валим Да Ну да Шестерка естественно Пятерка шестерка С травмочкой Наверняка Да Ну 1Д Ладно 1Д он там Нащупает Вот сейчас Вот сюда Вставьте По гордон А он так решил В 1Д Поехать Нет Страхуется Страхуется Или нет Ну сложная Судоку для человека Вы че Он Он обязательно Сообразит Как сыграть Надо просто Подождать Спасибо Трехминутному Таймеру Рубла Я начинаю Скучать По данту Это шутка Если что Это шутка Ребята Ну Идеальный Кубик Не поспорить Опять Третья Травма Без МБ, без такла, без всего. Без МБ, без МБ, без МБ. Третья трава без МБ. Нормально. А чё нет? А чё нет? Естественно, двойка на удал. Да, конечно. Почему бы не найти? Нормально, ребят. Интересный матч. Как обычно, оппонент просто очень хорошо сыграл. Переиграл и как бы... Никаких вопросов. Очень сильная игра. И пробой нормальный. Ну, всё как я люблю, короче. Адекватный пробой, сильная игра. Никогда такого не было. И, как говорится, вот опять. Моя любимая часть Бладбоула. Первая же ГФИ. Ну, прикольно. И единичка на дадже. Ну, я должен реролить, на самом деле. Если говорить про позицию, реролка иж правильный. Найс, Дайси, конечно. Хорошие, отличные, поносные Дайси. Мои любимые. Очень интересно. Прям... Аааа, ещё пробой. А, чё, нет? Не, очень интересно. Охуенно, ребят. Просто, просто, просто супер. Главное, главное, равный пробой. Надо помнить. Это называется равный пробой. На все МБ крысук раскидал просто. Я напомню, как бы. На все МБ крысук раскидал. Молодец. Очень сильно. Очень сильно. Удовольствие просто космическое. Ну, а кто тебе сказал, что Штору Вермин без всего должен не ломать всю команду? Чё за глупости? Я просто смотрю, как бы, супер пробой по ХД. Как бы, потрясающие Дайсы на даджи. Потрясающие Дайсы на блоки. Просто супер. Маг выше среднего, но это уже так, как бы, знаете, придирочка. Типа, в маге выше среднего ничего такого прям нет. Это нормально. Ну, охуенно просто. Ну, все-то всякие, блядь, ребята, типа Мистера Науи говорят. Иди, блядь, запишись на сезон. Охуенно, ишь, ХД, блядь, самовозка. Ну, вот, ребята, самовозка, да. В минус пять играть против крыс, блядь, у которых 0 МБ. Это самовозка. Всем желаю поиграть на самовозке, ребят. Всем рекомендую сесть и кайфовать на ХД-шной самовозке. Просто садитесь и кайфуйте, ребят. Удовольствие безграничное. Ну, сейчас должен быть еще минус, очевидно. Как не пробой? Фантастика вообще, по-моему. Ну, да-да-да, думай по три минуты над простыми ходами. Да-да-да, по БМ ты ведь хорошо играл и заслужил этот БМ. Действительно. Что-то чел даже хуже Ситара по манерам. А это редко получается. Ну, подкреплять плохую игру плохими манерами, это здорово, конечно. Не поспорить. Какие классные... Ребят, нормально. Как интересно, как бы. Ух. Нас на поле целых, как бы, блядь, шесть. Ну, сейчас разъебем крыс. Ну, че, мистер Нау, как там, нормально? Самовозим? Нет? Че хорошего скажешь, мистер Нау? Стоило ли записываться на сезон? Я так наивно спрошу, как бы, ради интереса. Мне кажется, сезон просто охуенный будет. Я уже прям чувствую. Сезон пока доставляет просто, как бы, пламенное удовольствие. Евгешин, сходи-ка нахуй, пожалуйста. Спасибо. Ну, просто я чувствую, что у меня будет третий сезон подряд однокалиточного кала. Честно говоря, как-то не очень весело. Тебе, я думаю, Евгешин, должно быть очень близко. Есть такое подозрение. Пробой вообще космический, да. Очень интересно, очень интересно. Я просто напомню. Дайсы... Просто посмотрите на эти дайсы. Как бы, кому они могут не нравиться? Дайсы ж поохуенные. Как там, блядь, троллят теперь этого пепл-честа? All games are winnable? Ну, я чувствую, блядь, winnable, ребят. All games are winnable, да. Не поспорить прям. All games are winnable. Успевай только winnable с лица вытирать. Очень интересный матч, конечно. Не, ну я понимаю, как люди, типа, Виталикт или Нормана попадают в вышку. А вот так. Ой, господи. Не, ну просто понимаешь, клейман. Пепл-чест это чел, который на очень серьезных щах, на очень серьезных щах пишет большие статьи на английском с объяснением того, что никакого рандома нет, скилл это круто, как бы, все игры можно выиграть. Если ты будешь учиться играть, то это, конечно, как бы сделает тебя чемпионом. Я не спорю, что часть из этих рандомных мыслей, наверное, имеет какое-то право на существование. Но, например, концепция все игры можно выиграть, на мой взгляд, как бы пиздеж. Я так аккуратно скажу. Вот концепция можно выиграть все игры попахивает пиздежом. Но это не точно. Ну почему переть 20 игр подряд? Для того, чтобы выйти из сала достаточно средней компетенции. А для того, чтобы пройти средней, ну там пруха нужна, конечно. Вот другой вопрос, как Виталик попал в плей-офф, это, конечно, вот тут, видимо, была большая серия, которая на колене немножко, как бы, раскололась. Колян немножко подруинил, как говорится, эту часть. Ну бывает, бывает. Мы, как бы, мы все понимаем. Ой, блядь, чел, ну ты серьезно будешь три минуты думать над каждым ходом? Ты, блядь, играешь в плюс сколько там? В плюс три, в плюс четыре на крысах. Ты, блядь, думаешь. Ну, смешно. Нет, я говорю, просто дойти до вышки. Блядь, какие кубы классные. Вот этот охуенный выбор между один, два, один, он просто, блядь, ну, фантастика какая-то. Вот честно, просто. Выбор между один, два, один просто, блядь, охуенный. Блядь, кубы просто фантастика. Блядь, ну это, это почти смешно уже, на самом деле. Это уже почти смешно. Игра, игра как бы сдаёт. Без вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Эта идея начинает казаться не такой плохой, конечно. Странно, только что не единичка. Ну, блядь. Это уже разно-комедия какая-то, ладно. Ой, как я люблю Bloodball, мать вашу. Кто б знал. Ох уж этот разнообразный выбор между один, два, один, два, один, два. Ой, господи, фантастика просто. Какой хороший матч, блядь. Ещё с беймищим оппонентом, который думает по три минуты, играя в полтора раза большим составом на самой безмозглой тиме в мире. Класс. Моё любимое комбо. Даже не знаю, чё ещё может быть хуже в этом матче. Хуже, если я вдруг сейчас вытащу ничью и сыграю с Адантом. Вот это будет пиздос. Надеюсь, такого Джокера мне игра не подкинет. Бля, ну чел, ну это не имеет смысла. Ты же это понимаешь. Ладно. Не понимает, конечно. Чел, этот ход хуйня. Ну я, ты потом посмотришь и тебе просто скажет. Хоть хуйня. Типа, типа полная хуйня, если чё. Ну я, понятно, что похуй как бы. Никто, никто не говорит о том, что надо играть хорошо в эту игру. Я, я просто напомню. Хорошая игра это суррогат, который придумали вот всякие ребята типа пёпл честа. К реальности, к сожалению, такая вещь, как хорошая игра не имеет примерно, ну, никакого отношения. Как бы, как бы хорошей игры не существует. Я напомню просто. блядь, ну, кубы, конечно, пока просто заебумба, я бы сказал. кубики просто заебумба. Блядь, это, это просто настолько фантастически смешно, мне даже как-то тяжело описать. Я, я честно, я просто не понимаю, как играть такие игры. Бля, просто я серьезно, три сезона подряд одно и то же. Ну, бля, реально. Я три сезона подряд играю одну и ту же за луку. День изо дня. Вот, вот просто как бы любой человек, который только запустил игру, имеет кубы в 500 раз лучше моих. Ну, типа Нордмана. Это, конечно, очень обидно. Ну, блядь, ну я, честно говоря, не очень понимаю, как играть против, типа, вот такого пробоя. ССЛ? Какой финал ССЛ? Может, какой-то другой турнир? Я не знаю. Какое место занимал последние три сезона по уколу? Ну, вылет в первом раунде. По-моему. Я так точно не помню. Ну, около того. Ну, нет, вру. Разочек был вылет в... Надо вообще, кстати, обновить табличку. на чем-то думаешь? Блядь, тебя устраивает двойкой, идиот! извините блять конченый вообще я в шоке просто фантастически кончено играет мы ему повезло он получил лучший скаттер отыграл конченую хуйню но получил лучший скаттер ну это нормально конечно как бы как бы какие вопросы но подарил шанс в игре в которой ну шансов было ноль просто отыграл как дегрот то есть если бы сейчас был бы скаттер за поле наискосок и еще куда-то вполне вероятно было бы ничья но как бы кого это волнует типа как бы такой неиграбельный кал конечно просто фантастически неиграбельный кал ой да уж ну нормально конечно минус 8 как бы против крысюков это нормально ведь и они сделали целых 37 блоков а я 51 ну в принципе получилась равна игра да арбор 32 процента вау потеря 42 травма 50 типичные цифры ходе действительно найс 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 я прям прям чувствую что сезончик на ходе будет просто охуенным далее ну и